Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как обещал, выкатываем из ангара Центуриона МК-5-1, который вышел в составе набора вместе с Лёвчиком. Мнение о наборе я сказал, и мало того, что я сказал это мнение, так я еще и купил себе данный набор, потому что считаю его, ну, в край выгодным. Всего лишь 10 тысяч голды за 2 годных классных восьмерки, которые позволяют фармить Лёва, который прощает ошибки, и Центурион, который однозначно научит вас играть на средних танках, да еще и при этом серебро будете зарабатывать с весельем и хорошим настроением. Короче говоря, усредненным по 5 тысяч голды за восьмерку с легендарным внешним видом и открытым всем оборудованием, это действительно очень круто. Что касается покупки Центуриона отдельно за 7,5, то все-таки дороговато, хотя объективная цена на данную машину 7 тысяч, это вполне нормально для этой тачки. Я не говорю, что надо за 7,5 его брать в голом состоянии, просто говорю о том, что машина действительно годная, машина действительно стоящая. Да и плюс к тому меня удивляет, что разработчики дали целых 20 дней на данный набор, короче говоря, времени, вагон и малая телега для того, чтобы подкопить голды и приобрести себе данные машины. Левчика уже из ангара выкатывали, Центуриона выкатываем сейчас. Почему мне нравится Центурион и почему мое мнение о нем частично поменялось? Раньше я не считал Центуриона настолько годной машиной, насколько считаю на сегодняшний день. Может я немножко начал лучше играть, может предпочтения поменялись, а может я просто понял Центуриона и понял, за что его многие игроки ценят. Что касается ТТХ по орудию, здесь в принципе все довольно прикольно. Всего лишь 190 единиц альфы, почему говорю всего лишь, потому что хотелось бы, чтобы было хотя бы 220. Но при этом все, вы стреляете через каждые 5 секунд. Это мега скорострельное орудие, которое имеет классное время сведения, великолепный разброс и довольно-таки интересный ДПМ в 2300, который можно реализовать в бою. Потому что есть броня в башне и плюс-минус какая-никакая подвижность. А еще есть угол слонения орудия вниз минус 10, что позволяет крайне комфортно чувствовать себя на всякого рода неровностях. Пробитие 226 на базовых и 258 на голдовых подкалиберных позволяет вполне спокойно бороться с тяжелыми танками 8 уровня, выцеливать серые зоны. Короче говоря, вы можете давать вполне себе годный отпор. Ну что, берем Центуриона и поехали попробуем его затестить. Ну что, поехали. Надо будет как-то стрелки эти отключить, а то глаз немножечко мозолят. Что касается подвижности Центуриона. Крайне подвижная машина, пускай не самая подвижная, которую можно себе представить, но так или иначе ездит на нем вполне себе комфортно. Что касается его возможностей в бою. Вы можете. Вы реально можете себе позволить в бою многое. Как видите, сейчас без полного сведения я четко попал в центр своего прицела. Сейчас попробую выцелить комбашню. Ну, буквально на миллиметр выше пролетело. А что касается Першинга, я больше чем уверен, что он голдой сейчас меня целит. Потому что у нас, ну, довольно-таки круто забронирована башня. Поэтому я сомневаюсь в том, что он делает это с нами базовым снарядом. Что касается возможностей машины в отношении настрела урона за бой. Машина может настреливать, потому что вы стреляете крайне часто. Да, пускай не сильно много урона вы накидываете, но при этом всем вы однозначно попадаете и однозначно накидываете. Пускай и немного, но все-таки неприятно для соперника. Поехали, чуть ближе подъедем. Надо добрать этого товарища, везучего до безобразия. Такс, ну, постой еще секунду. Отправляем его в ангар и давайте будем подтягиваться ближе к сушечке. Попытаемся ее немножко повыцеливать. Раньше я Центуриона как-то не сильно долюбливал. Скорее всего, я не до конца его понимал. Когда я все-таки решил взять себя в руки, поиграть на нем подольше, я понял. Понял, за что его все любят. Его любят за живучесть, что на средних танках встречается не так уж и часто. Его любят за бешеную просто скорострельность, за великолепную точность и за возможность накидать за бой достаточное количество урона, чтобы выехать с хорошими результатами по серебру. Что, кстати, для многих игроков является одним из определяющих факторов выбора себе премиумной машины. Так, ждем, пока этот товарищ корму подставит. Ну, как видите, бьет четко в центр прицела. Это действительно очень классно. Мне лично нравится. Нравится орудие на данной тачке. И раньше я это, честно говоря, не настолько сильно ценил, как сейчас. Мне очень нравится играть на Центурионе на любых расстояниях. И меня это очень сильно радует, что он позволяет это делать. То есть он позволяет играть на ближних расстояниях, понятное дело. Но когда ты абсолютно одинаково играешь на средних и на дальних расстояниях, это действительно тебя начинает пленять. И тебе хочется все больше и больше. Если ты не можешь подъехать ближе, то будь готов к тому, что ты можешь это делать на дальних расстояниях, не переживая за то, что ты не успеешь свестись или не успеешь сделать выстрел. Ну, стреляет орудие, ну, крайне часто. Что-то как-то в этом бою косолапит меня немножко. Наверное, вопрос все-таки ко мне, нежели к Центуриону. Или, может, это какая-то открутка в игре. Хотя, все-таки грешу именно на себя. Я не супертолковый танкист. Я никогда не говорил о том, что я могу кого-то учить играть, давать какие-то советы. Да и, в принципе, когда меня спрашивают о каком-то совете, как поднять, допустим, статую и подобное, я всегда отвечаю, что я не считаю себя тем, кто действительно имеет моральное право давать какие-то советы. Я средний игрок. И если вы такой же средний игрок, как и я, и вам нужны машины, которые вы сможете понимать, то, наверное, вам имеет смысл смотреть именно мои обзоры. Потому что, когда вы видите то, как играет игрок, который играет так же, как и вы, на каком-то танке, соответственно, вы можете на себя примерить, как вы будете на нем играть и какие вы будете результаты с этого получать. Если вы будете смотреть обзоры от каких-то именитых игроков, которые могут там, не знаю, без снарядов в бой заехать и просто тараном всех подобирать и набрать 5000 урона таким образом, то навряд ли вы сможете реализовать то же самое в реальном бою на своей практике. Сейчас получилось 2500 единиц урона. И это для Центуриона абсолютно не показатель. Объясню почему. Потому что я сделал огромное количество промахов. Это действительно факт. И я с себя не снимаю абсолютно никакой вины. Но даже при такой косолапой игре, а этот бой, действительно, признаю, был косолапым, я получаю 60 тысяч серебром чистыми без учета прем-аккаунта. А мог бы получить и еще больше, если бы мои руки были в данном конкретно бою немножечко ровнее. Или, может, этой открутки от игры сейчас не присутствовало в отношении того, что я не попадал в тех, кого мог бы, в принципе, попасть за нефиг делать. Короче говоря, как бой сложился, так сложился. Я ничего не стесняюсь и не собираюсь что-либо выбрасывать из своих видео. Просто потому что я снимаю абсолютно честные обзоры и честные тесты танков. Да и вообще честно рассказываю обо всем, что в игре происходит. И если вас интересует эта честность, если она вам подходит, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Поддержите данное видео вашим лайком. Напишите какой-либо комментарий. Ну, только если можно, без хамства и оскорблений. Все это способствует продвижению моего контента на платформе YouTube. Ну и, соответственно, помогает каналу развиваться и расти. Спасибо вам за благодарение за то, что лайкнули данное видео, написали коммент. Ну и, соответственно, подписались на канал. За это прям совсем огромная благодарочка. Вот такой вот он Centurion MK5-1. И даже если у вас не сильно ровные руки, то, поверьте мне, на этой машине вы сможете давать годные результаты практически в каждом бою. Главное, не подставляться бортом и будет вам счастье. Вот такой вот он, довольно-таки простой в освоении. И, на первый взгляд, может и не самый лучший, но, мне кажется, один из лучших средних танков на восьмом уровне в нашей игре среди премиумных машин. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья, искренне желаю мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова